19.00 показывают часы в украинской столице. Как всегда в это время на ЮЭТВ новости в студии Максим Малынов. Добрый вечер. Боевики из Градов обстреливали окрестности при фронтовой Авдеевки в Донецкой области. Это произошло около трех часов дня по киевскому времени. Об этом ЮЭТВ рассказал руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин. Пострадал район, где восстанавливают газопровод и участок, где проходит линия электропередач. Авдеевка некоторое время была без света. Снаряды прилетели как раз в район там. По инфраструктуре города, который хотят оставить без света. В последнее время постоянно ведут огонь по окрестностям города и позициям вооруженных сил Украины. Ну а тем временем на оккупированный Донбасс приехали еще 120 российских кадровых военных. Об этом сообщил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скобицкий. По его словам, они будут занимать командные должности. Всего, по данным разведки, в Донецкой и Луганской областях более трех тысяч российских военных. Незаконно удерживаемому в России украинскому журналисту Роману Сущенко разрешили позвонить близким. Об этом ЮЭТВ рассказал его адвокат Марк Фегин. Также он сообщил, что ведутся переговоры о праве на свидание с родными. Хотят добиться этого до начала суда, который, по предположениям Фегина, начнется во второй половине января следующего года. — Очевидно совершенно, что дело будет непростым. Намерения органов ФСБ тоже понятны. Так что здесь разрешение Роману на телефонные звонки, как мы предполагаем, в январе на очередное свидание с женой и дочерью будут последними, которые успеют дать разрешение именно следствия. Потом Роман будет за судом, так у нас говорят, и уже разрешение будет выдавать не следственное управление ФСБ Российской Федерации, а суд, Московский городской суд, куда дело будет направлено для дальнейшего рассмотрения после утверждения прокуратурой обвинительного заключения, которое подготовит следствие. Ну, я надеюсь, что мы успеем, как минимум до суда провести свидание с женой и дочерью, ну и в ближайшую неделю, может быть, между 14 и 16 числом, Роман позвонит маме, у него 14 декабря у матери день рождения, поговорит опять с сыном и женой, ну, с отцом тоже. Я напомню, что Романа Сущенко российские силовики задержали в Москве 30 сентября прошлого года. Журналисту не раз продлевали меру пресечения, но 27 ноября Московский суд продолжил арест Сущенко до 30 января 2018 года. ФСБ обвиняет журналистов в шпионаже и считает его украинским разведчиком. В свою очередь, Министерство обороны Украины это опровергает. Корреспонденту грозит до 20 лет заключения. Заседание по ялтенскому делу Хизбут Тахрир перенесли на 10 января. Решение принял российский северокавказский окружной военный суд, сообщают Крымреалии. Заседание отложили из-за того, что фигурантов дела не доставили в Ростов-на-Дону. Они находятся в Симферопольском СИЗО. 4 декабря на выездном заседании в Симферополе суд продлил арест крымчанам, среди которых и правозащитник Эмир Усен Куку. Его обвиняют в подготовке и захвате власти в терроризме. В СИЗО крымские татары с февраля прошлого года. Допрос у свидетелей по делу о госизмене беглого президента Януковича начал оболонские районы суд Киева. Вызвали бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Яценюк рассказал, Янукович реализовывал внешнюю политику России по отношению к Украине. В качестве доказательства привел факт подписания Харьковских соглашений в апреле 2010 года. Документом продлевалось пребывание Черноморского флота Российской Федерации в Крыму. Аваков заявил, что доказательство госизмены – письмо экс-президента Януковича к российскому президенту Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины. Эту информацию впоследствии подтвердил секретариат ООН. Политика Виктора Януковича была направлена на то, чтобы реализовать внешнюю политику России. Янукович после избрания на должность президента – это был 2010 год. Одним из первых указов он остановил деятельность комиссии касательно вступления Украины в НАТО. Всем известны положения соответствующего меморандума Будапештского, где в момент, когда Украина отказалась от ядерного вооружения, страны, великие страны-семерки мира, в том числе Россия, США, Китай и так далее, гарантировали Украине в том числе территориальную целостность и независимость. В данном случае мы имели место на нарушение этих моментов и ряда других. Считаю, что это было грубое нарушение международного права. Кредит на метро. Европейский банк реконструкции и развития. Инвестиционный банк дали Харькову по 160 миллионов евро на развитие метрополитена. Соглашение подписали представители европейских финучреждений и министр финансов Украины в присутствии президента Петра Порошенко. Местный бюджет выделит еще почти 10 миллионов евро. Глава государства рассказал, что в рамках проекта планируют закупить более 85 новых вагонов метро. Мы, объединив усилия, начинаем реализацию проекта, который ждал своей очереди со времен независимости Украины. Инвестируем деньги в строительство метро. Построим метро, обновим и дополним поезда метрополитена. Закупим более 85 вагонов. Эти деньги – символ поддержки реформ в Украине со стороны Евросоюза. Европейский союз выделит 100 миллионов евро на поддержку Украинского фонда энергоэффективности. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Транш Киев будет получать частями. Фонд начнет работу в январе следующего года. Гройсман рассказал, что проекты энергоэффективности реализуют одновременно с увеличением добычи собственного газа. Разве данные по запасам подтверждают – Украина сможет полностью обеспечить себя своим же топливом? У нас есть две ключевые цели. Это уменьшение потребления энергоресурсов при одновременном повышении их качества. А с другой стороны, мы должны повышать объемы собственной добычи этого ресурса. У нас достаточно залежей собственного газа. Поэтому один из приоритетов – остановить падение добычи газа, стимулировать рост. Уже в этом году увеличение объемов добычи составило 650 миллионов кубов. Автовокзал Порта Сорити на Манхэттене возобновил работу после взрыва, который произошел в понедельник утром. Правоохранители задержали подозреваемого 27-летнего Акаеда Улу. На его теле было закреплено взрывное устройство. Оно частично сдетонировало. В результате взрыва травмированы четыре человека, включая и нападавшего. Мэр Нью-Йорка назвал инцидент попыткой террористической атаки. Мы точно знаем, что этот взрыв был попыткой террористической атаки. К счастью, нападавший не достиг своей цели. Правоохранители быстро отреагировали на инцидент и обеспечили безопасность людей. Евросоюз считает Иерусалим столицей как Израиля, так и Палестины. Об этом глава дипломатии ЕС Федерико Маггерини рассказала на совместной пресс-конференции с премьером Израиля. По ее словам, лишь такая позиция может способствовать разрешению израильско-палестинского конфликта. Он обострился после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива. После этого на западном берегу реки Иордан продолжаются протесты палестинцев. Мы считаем, что единственное реалистичное решение израильско-палестинского конфликта основывается на убеждении, что Иерусалим – столица двух государств. ЕС усилит сотрудничество с нашими международными партнерами в регионе, а также с Израилем и Палестиной для скорейшего решения конфликта. И вторые сутки в Закарпатской области продолжаются дожди. Из-за этого повысился уровень грунтовых вод. Потоплены дома в пяти районах. Из жилищ откачали уже около 5000 кубометров воды. Об этом сообщила пресс-секретарь областной госслужбы по чрезвычайным ситуациям Наталья Батыр. В то же время в горах Закарпатии идет сильный снег. Иксеноптики предупреждает об опасности схода лавин. На дежурстве остаются тягачи и на перевалах пожарно-спасательные автомобили для оказания помощи водителям грузовиков. Прогнозируют мокрый снег. Ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. В высокогорных районах – 30-35. В Карпатах наблюдается лавинная опасность третьей степени. В связи с этим советуем туристам выдвигаться в горы только после улучшения погодных условий. Итоги дня подведем, как обычно, в 21.00 по киевскому времени. Не переключайте UATV и будьте в курсе. Хорошего понедельника. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин